Добропольский район В первом районном фестивале фольклора «Роды наш красный» также приняли участие ансамбли из городов Доброполья, Мирноград, Селидова и Новогродовка. Мы щиро вітаем, чтобы все те, кто присутні на сегодняшнем святе, были на святе, когда до этой одиницы еще два нуля прибавится. Хорошее у вас начинание, пусть действительно, как вы сказали, добавится два нуля. Ну, сразу предупрежду, первых сто років завжди тяжко, а потом піде як по маску. Не переживайте, все буде добре. После освящения торжественного открытия участники принялись украшать украинский венок, который и стал символом первого районного фестиваля фольклора «Роды наш красный». Насладились украинской кухней и почетные гости праздника. На фестиваль прибыло руководство области, заслуженные деятели искусства Украины. Мы приятно удивлены. Так держать. Я думаю, что талант, он везде талант. И сегодня мы увидим много талантливых исполнителей. Мы должны обязательно знать свою песню, свое творчество украинское, возрождать его. И популяризировать его в нашей стране и за границей. Первым, кто поддержал идею проведения этого фестиваля, стал народный депутат Украины Евгений Борисович Геллер. Он стал главным меценатом праздника. Мы очень благодарны за развитие культуры Добропольского района. И очень приятно с ним сотрудничать, потому что именно он в эту трудную ситуацию жизненную вносит свою частичку, не оставляет равнодушных жителей Добропольского района. До начала конкурса оставались считанные минуты. Все артисты готовились к выходу. Хочется отметить, что к этому фестивалю все отнеслись очень серьезно. Это объединение. Мы общаемся друг с другом. Мы обменяемся опытом, переймаем у них, чтобы у них есть хорошее. На победу рассчитываете? Да, конечно. Чего бы мы тут были, как бы не победа. Начался фестиваль с приветственного слова Алифтины Жук, помощника народного депутата Украины Евгения Геллера. Добропольский район всегда отличается своими людьми, своими традициями. Теплотой душевной людей, умением замечательно работать и замечательно отдыхать. И сегодня очень приятно передавать вам очень теплые поздравления от имени народного депутата Украины Евгения Борисовича Геллера. И хочется пожелать вам всем мира, добра, яркого, хорошего сегодня настроения. Далее зазвучала украинская песня. Больше двух десятков выступлений зрители прослушали на одном дыхании. Все словно погрузились в волшебный мир украинской народной песни. Артисты пели, пританцовывали, поднимали зрителям настроение и заряжали их своей неуемной энергией. Жестайся молода, ты подожди не вода. Жестайся молода. Нам вдвойне приятно было выступить меценатами в проведении первого такого фестиваля. И, конечно же, очень приятно, что проведение этого фестиваля приурочено к празднованию Дня пожилого человека. Потому что в основном составы этих коллективов – это пожилые люди, которые не теряют своего оптимизма, своего задора, которые на сегодняшний день очень активно развивают наши украинские традиции. По итогам фестиваля жюри определило три лучших творческих номера, исполнителями которых стали коллектив Мрия Допропольского района, дуэт «Девчата» из Криворожья и солист Сергей Бакун, житель села Светлое. Однако без грамот и подарков от народного депутата Украины Евгения Борисовича Геллера в этот день никто не остался. Народный депутат, да, он способствует этому. Выделила нам подарки, на каждый коллектив вручила. Так что нам тоже очень приятно, что за нас думали, переживали. Концерт прошел на одном дыхании. Люди улыбались, погружались в атмосферу чудесного вокального праздника и были единым целым. Будем надеяться, что фестиваль народного фольклора «Рода наш красный» станет традиционным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова